Случат Дмитрия Жоголя и Руслана Березовского выходные дни вряд ли застанешь дома. Ребята любят ездить на велосипедах, путешествовать. Если заглянуть на их странички в соцсетях, там можно найти множество красивых снимков белорусских пейзажей, исторических мест, архитектурных памятников. Знакомимся с велопутешественниками в очень интересном месте в Слуцке. Созданном стараниями местного энтузиаста с десяток лет назад. И они, любители велоезды, именно здесь принимают свою компанию новичков. Дима, Руслан, мы сегодня выбрали такое интересное место для встречи, для знакомства. Расскажите, почему именно сюда? Это знаковое место. Кусочек природы, кусочек красоты. И легко доехать, даже я справилась. Человек с руками это все делал. И какая-то такая даже для... Все сейчас ищут повод, фото для Инстаграма. Вот тут фото зона такая. И место хорошее, да. Очень даже замечательная. Лайфхак для снычан. Где сделать красивую фоточку в Инстаграм? Вот здесь. Дмитрий и Руслан познакомились на вокзале. Оба ехали в Солигорск покататься. Там условия для велолюбителей получше. У Дмитрия увлечение покатушками началось с покупки двухколесного друга. Начнем с вашей истории. Как давно вы занимаетесь уже велопокатушками? С чего начинали? Как к этому пришли? Я начал с покупки велосипеда на Слудском рынке. Просто захотелось велосипед или захотелось кататься? Я занимался до этого в тренажерном зале. И хорошая погода, хорошая бывает обстановка. Хочется не только в зале быть, а именно куда-то выехать, подышать свежим воздухом. Ну, купил велосипед, не сильно дорогой, но как бы на то время считал, что очень крутой. Это было два года назад в мае. До этого я катался по городу, выезжал в район. Но особо, если не знаешь Слудского района, нету места, куда выехать такого, чтобы велодорожка была или еще что-то. Надо что-то искать. Потому что я на велике с 96-го года был у меня раскладик. Мы ездили все время на дачу. Она была 7 километров, и с тех пор я на велике. Самое дальнее путешествие, кроме дачи, 7 километров. Ну, это с Димой, в принципе, вот, куда мы ездим, самое далеко. В сторону не свежая, а так в основном по району катался. Со временем просто катания переросли в путешествия. Дмитрий, например, в этом году накрутил почти 10 тысяч километров. Во время велого и ажи открывал для себя Беларусь и не только. Побывал у родственников в Кисловодске, увидел столетний дуб, посаженный Элизой Ажишкова-Флерьянова. Насладился красотами Несвежского парка и замка, исследовал Солигорские терриконы. Одно из самых-самых путешествий по Гродненской области. Я ездил в этом году в сторону Новогрудка и Любчанский замок. А это далеко. Мы ехали на поезде в 4 утра, поезд на Барановиче. С Барановича выехали в сторону Новогрудка на север. Мы ехали, заехали, место было, точка такая, 3 креста, такой памятник Первой мировой войне. Потом заехали в сам Новогрудок. Потом под Новогрудком заехали в сторону, от Новогрудка 5 километров, есть такое место Литовка. Там, получается, замок, усадьба в мистическом стиле. Такая, как бы, тоже замечательная такая фотозона. Там заехали. Там озеро еще очень красивое, да? И озеро, и там все красиво. Там, получается, и для детей там есть какая-то такая даже мистическая детская площадка. И, ну, сам замок, как бы, очень такой неплохой усадьба. И потом уже была, например, ночевка возле Любчанского замка. Это была самая интересная и самая, ну, с ночевкой именно моя поездка. Потому что обычно мы за день все справляемся. Я стараюсь, чтобы это было утром выезд. Но если длинно, куда-то далеко, и вечером приезд уже был, ну, без ночевки. Без приключений не обходится, но так же интереснее. В основном маршрут у нас состоит из... Чтобы не возвращаться по одной и той же дороге. Круг делаем, либо восьмерку, либо еще что-то такое. Получается, чтобы проехаться, мы поехали по-другому. Google нас завел, например, в поле. Там дорога, поле, а, получается, ехать надо, потому что вот... И нам местная жительница такая говорит. Ну, дорога есть, он не спрашивает. Ну, говорит, дорога есть, как бы, но там что-то перепахали и посадили поле. Он говорит, так тут на карте видно все. Она такая... Близко видать, да далеко дыбать. Вот мы дыбали по полю 300 метров, но это было поле реально ржи такое вот по пояс. И это с велосипедами, с грузами, с палатками. С некоторых пор обязательный атрибут велопокатушек – гейзерная кофеварка и мини-примус. В минуты отдыха на трассе здорово выпить чашечку кофе. Это как бы идет, ну, часть вела жизни. И даже все уже привыкли спрашивают, а ты, Дима, горелку брал с собой? Потому что, о, кто-то кофе взял, кто-то печеньки, кто-то там еще что-нибудь такое необычное. Ну, получается, что смену по нитке и, как бы, все равно рюкзак. Собираем конструкцию. Так, у нас будут печенюшечки кофе. Это вот мое недавнее приобретение. Клами. Для осени вообще прям просто самое то. Система, да, получается. Мы даем еще одно место. Можно вот сюда вот. Такое открытие осеннее. То, что газ не горит, как летом. Так может, тогда проще костер? И котелочек небольшой. Знаешь, что в костре самое красивое, то, что надо посуду мыть потом отгарить. Ну, дрова нужны, потому что нужно не всегда такой же сюда, где-то вот. Так. Туда засыпается кофе, я так понимаю. Кипяток. Нет, надо обьется. Пригоди, ясно, чтобы не погасло. А я вот это для чего держу? Не знаю. Как мы узнаем, что он уже готов. Тут будет... Вау! Котелочек, котелочек. Очень быстро. И сейчас попробуем, насколько вкусно. Нужно на два, по чуть-чуть, кстати. Ты хочешь американа или два? Ну, это как эспрессон, крепкий. Прекрасно, прекрасно. Я такое люблю. Классно вообще. Мне нравится. За чашкой ароматного кофе можно скорректировать маршрут, поделиться впечатлениями, вспомнить поездки. Это всегда объединяющее общение. Руслан, рассказывай про свое самое интересное путешествие. Самая интересная поездка наша была два года назад, как мы 11 человек ездили на майские праздники. Некоторые ехали своим ходом, а некоторые на поезде до Клецка, а потом своим ходом. И там вместе мы все встретились и катались по городу, по парку. Проблем не было, что вот такое количество, как бы 11 человек? Нет, было очень интересно, потому что очень редко столько людей собирается. Вот мы тогда хорошо съедили, и потом как-то так, в следующий год у нас не получилось собрать. Но, ладно, на следующий год. А вообще, вот велотусовка у нас в Сульске, она большая, там 20 человек, 30, ну вот 11 вы собирались, ну, может быть, кто-то еще есть там по 2-3 собирается. В основном каждый сам по себе катается. Вот, ну, наша компания человек максимум 5-7. Мы вместе катаемся, да. В основном 2-3 человек. Ну, проще собраться и мобильнее получается, правда, да? Какие-то по ходу, если перестроение, передумать, удачная. Кто не хочет далеко ехать, поэтому в основном мы только 2-3-4 максимум собирается и катается. Не считал никогда, вот сколько километров самый большой бросок был? Сколько наездил? Ну, так, примерно. В этом году я меньше катаюсь, потому что у меня появилась девушка, у меня уже как-то металл. А так максимум 70 километров. Девушка к велосипедам. Пока? Домодушная. Пока. Не, ну, пару раз мы катались вместе, было интересно, в принципе, ей. Ну, это не... Есть какое-то место в Беларуси, которое ты во время своих путешествий для себя открыл и полюбил, там, еще-еще готов там бывать не раз? Мое любимое место – это Несвиш. Мне нравятся его старые парки, город, окрестности, там озеро есть красивое. Ну, я там люблю бывать, мы вот там были 4 раза. Ну, вот каждый год туда езжу, стараюсь проводить там время. Дмитрий рассказал о покорении своего самого длинного веломаршрута и самого непростого. Самая моя, как бы, длинная в этом году покатушка, приключение – это 200 километров я участвовал в соревнованиях в Налибокской пуще. Это любительский чемпионат. Получается... Очередная порция готова. Проходила это где? Воложинский район, Налибокская пуща. Вернулись в автобусе и такие спрашивали, кто, сколько будет ехать. Ну, 1,200, 200, 200. Это солигорская компания. Мы познакомились через соцсеть «Страва». Получается, поехали все 200 километров. Я думаю, что я, блин, не осилю или еще что-то. Ну, в общем, как начало, я осилил, но это было превозмогание самого себя. То есть, я выехал в 12 часов дня, был старый, и финишировал в 7.35 утра. Ехать пришлось и ночью по лесной дороге. Но где наша не пропадала? На трассе были капе, чтобы отдохнуть и подкрепиться. Но и рядом единомышленники. Все велосипедисты нормальные люди. Вообще, как я убедился вообще, потому что идет какое-то испытание, и испытание вместе проходить все-таки легче. Со мной соревновалась женщина из Клецка. Получается, она ехала на Аисте стальном с одной передачей, с небольшими колесами, женская Аисте турист. Проехала 200 километров, неподготовленная, но самое главное, она доехала. Она даже получила третье место в своей возрастной категории. Главное, чтобы было у человека желание, цель, а все остальное это... Какой велосипед, какой опыт... Какой велосипед, какая обувь, какие... Это все не важно. А в общем, испытание в 200 километров с приключениями пройдено. У Дмитрия медаль финишора. И даже не нужно спрашивать, здорово ли это поучаствовать в таких соревнованиях. Еще одно незабываемое путешествие поездка 9 мая в компании с Сергеем Морозом, слудским блогером и любителем белопокатушек. Сейчас ждем, еще тут должна группа в полосатых купальниках подтянуться. Наверное, больше мы ничего интересного в исполнении зимы не увидим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Приближается зима, но ребята пока не собираются прятать велосипеды. Если нет гололеда или снегопада, правила дорожного движения не запрещают ездить на велосипедах в эту пору года. Главное – одеться потеплее. И увлечение – это сплошная польза. Что это дает для вас? Что для себя открыли, может быть, вот это увлечение? Хорошая физическая форма велосипеда. И интересные, красивые места видишь. То, что можешь не заметить, когда едешь на машине или еще на чем-то. То, что в данный момент в тяжелую эпид-обстановку – это как профилактика коронавируса. Потому что в лесу вируса нету. Есть красивые места и все. А для укрепления здоровья, самое основное, и психологическая разрустка. Едешь, и я… Если ты физически устал, но ты мозгами отдохнул. Снял стресс, какое-то все напряжение. Все… Я люблю кататься вообще… Ну, могу один. Поехать наедине с самим собой. Едешь, обдумываешь все насущенные вопросы, насущенные проблемы. И получается, что приезжаешь уже со всем другим человеком. Спокойным, каким-то таким, ну, лучше себя чувствуешь с моральной точки зрения. Вело по катушке – сплошные плюсы. Так что берите велосипеды и вперед! Ну, а я уже решила. Весной начинаю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok